Как сдать профильную математику? Итак, в этом видео мы поговорим с вами о том, какие действия нужно выполнить для того, чтобы сдать профильную математику на достойный балл. Есть закономерность в том, что за год можно добавить из 100 баллов всего лишь 20. Как бы круто ты не старался. Поэтому я бы вам очень посоветовала начинать подготовку заранее. Вот считайте, что каждый год вашей подготовки это плюс 20 баллов. Вы можете сейчас взять тест из любого сборника, найти на сайте и проверить, на какой балл вы можете сдать ЕГЭ сейчас. Если вы закончили 9 класс и можете уже сейчас написать ЕГЭ на 60, при хорошей подготовке 10-11 класс ждите 100 баллов. Если вы сейчас закончили 10 класс и пишите из 100 баллов на 30, то вам нужно будет классно, круто весь год работать, чтобы получить свои достойные 50-60. Или, если случится, о боже мой, чудо, 70 или 80. Поэтому я хочу сразу вас предупредить, что чудес не бывает, что балл появляется только в том случае, если вы действительно работаете. Чтобы сдать профильную математику, нужно ее учить. Нужно делать задание, нужно готовиться, нужно в ней разбираться. Сам экзамен составлен таким образом, что первая часть проверяет ваши знания алгоритмов в математике. То есть делай раз, делай два, делай три, готов ответ. Здесь для того, чтобы получить правильные ответы, достаточно будет выучить формулу и выучить алгоритм. То есть творчество не подразумевается практически никакого. Во второй части проверяют ваше математическое творчество. Чтобы начать математически, творчески мыслить, нужно наработать определенные навыки, которые, к сожалению, за волшебный 21 день, как говорят в психологии, не появляются. Или их достаточно большое количество, чтобы зафиксировать каждый навык в течение этого 21 дня. Задания составлены таким образом, что даже будучи великолепно осведомленным в математической теории, быть подкованным в формулах, знать все теоремы и не уметь их применять, задание все равно не решится. Поэтому здесь важна практика. И если вы с первого раза не можете подступиться к задаче по стереометрии, то нужно просто пробовать еще, пробовать еще 10, 20, 30, 40 задач, и 50-е уже точно будет ваше. Но я правда надеюсь, что вы покажете результаты намного лучше, чем 50-е удачно решенная задача. Для тех, кто учится в физмат-классах, профильная математика не должна казаться чем-то особенным. Профильная математика, она на то и профильная, что ее благополучно изучают в профильных классах, начиная с 8 класса. И, подходя к 11 классу, дети спокойно решают задачки из второй части ЕГЭ. Если вы учитесь в общеобразовательном классе или в классе, который специализируется на, например, языках или каких-нибудь гуманитарных дисциплинах, то есть смысл уделить математике особое внимание, если вы решили сдавать ее на ЕГЭ. Будьте готовы к тому, что нужно делать задания каждый день, как в спорте. Три подхода по пять раз. Регулярность, тренировки. И ваши баллы будут вашими. Столько, сколько захотите. Продолжение следует...